МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на телеканале Север, студии Василий Хатанзейский. Здравствуйте! И в этом выпуске. Первый пошел депутат собрания Ненецкого автономного округа Михаил Райн, первым из претендентов на получение депутатского мандата в Государственной Думе 8-го созыва, подал документы для регистрации в окружной избирком. Девять новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в регионе в минувшие сутки. Общее число заболевших – 144. Еще 499 контактных накануне в Ненецком округе вступили в силу новые эпидограничения. Там, где правит песок, а не асфальт, о некоторых дорогах муниципального значения, по которым трудно передвигаться автомобилем всех типов. Девять новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. 147 пациентов в Ненецкой окружной больнице проходят курс лечения от инфекции. 43 в стационаре, 104 амбулаторно. Еще 499 человек контактных находятся на карантине. Такова ковидная статистика в минувших суток. В связи с ростом заболеваемости коронавирусом решением оперштаба внесены изменения в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года номер 12 о режиме повышенной готовности. Изменения вступили в силу накануне 13 июля. На оперативном штабе по коронавирусу был принят ряд дополнительных ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции на территории региона и роста числа заболевших. Так, на территории всего Ненецкого автономного округа до 31 августа приостановлено проведение массовых досуговых развлекательных мероприятий и работа ночных клубов. Исключением являются мероприятия, проводимые вне помещений по согласованию с оперативным штабом по коронавирусу. Кроме того, с полуночи до 8 часов утра приостановлена работа организаций общественного питания. Управляющим организациям, предоставляющим жителям многоквартирных домов жилищно-коммунальные услуги, поручено обеспечить комплексную дезинфекционную обработку подъездов. Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по перевозке пассажиров, обеспечить комплексную дезинфекционную обработку транспортных средств. Организациям, оказывающим гостиничные услуги, поручено заселять граждан при предъявлении либо справки о законченной вакцинации от COVID-19, либо справки, подтверждающей отрицательный результат ПЦР-тестирования. Напоминаю, в Ненецком округе действует обязательный масочный режим при посещении общественных мест. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Первый пошел. Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа принимает документы от кандидатов в депутаты на выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Первым документом в окружной избирком для получения статуса кандидата на выборах в депутаты Госдумы 8-го созыва по Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221 подал Михаил Райн, действующий депутат собрания Ненецкого автономного округа. Первый секретарь Ненецкого окружкома КПРФ. Напомним, на 18-м съезде партия КПРФ выдвинула кандидатов для участия в выборах Госдумы России, которые пройдут в единый день голосования 19 сентября. От Ненецкого автономного округа в региональную группу вошли Михаил Райн, а также Кирилл Ануфреев. Член КПРФ, депутат Совета депутатов сельского поселения Пешский сельсовет Заполярного района НАУ. И Михаил Кушнир, член КПРФ, депутат Совета городского округа город Наринмар. Михаил Райн также был выдвинут на съезде КПРФ кандидатом от партии по одномандатному избирательному округу в Ненецком автономном округе. 15 июля выходит срок уплаты налога для физических лиц. Представить декларацию 3НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл лотерею, сдавал имущество в аренду или получил доходы от зарубежных источников. Отчитываться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица. Особенностью 2021 года является то, что у налоговых органов появилось право в случае, если налогоплательщик не представил налоговую декларацию и не уплатил налог на доходы физических лиц в срок до 15 июля, то налоговые органы приступают после указанной даты к начислению налога и предъявлению его к уплате с начисленными штрафными санкциями и пенями для налогоплательщиков. Напомню, представить налоговую декларацию граждане могут в отделениях МФЦ, на сайте налоговой службы или непосредственно в инспекции. Круговорот благоустройства общественных территорий в столице Ненецкого автономного округа почти как круговорот воды в природе. Процесс поэтапный. От рейтингового голосования до реализации рассчитан на несколько лет вперед. Меняются форматы голосования. Неизменным остается одно. Объекты для благоустройства предлагают и выбирают сами жители Ненецкого автономного округа. Впервые жители города Наринмара определили приоритетное территорию для благоустройства в 2018 году. Тогда в ходе голосования, причём в режиме оффлайн, в рамках приоритетного проекта лидерами стали смотровая площадка в районе морского порта, сквер влюблённых на территории ЗАГСа и литературный сквер между Кванториумом и зданием МФЦ. На следующий год проголосовать за объекты благоустройства можно было уже на интернет-платформе народного контроля. В 2019 году большинство голосов получили и были реализованы такие проекты, как общественная территория в районе окружного центра занятости населения и спортивная площадка в Рождественском переулке. Спортивная площадка на улице Меньшикова и детская игровая площадка на Комсомольской улице набрали тогда меньшее количество голосов. Благоустройство этих территорий запланировали на 2020 год. И планы эти реализовали. Именно в прошлом году на пересечении улиц Меньшиковой и 60 лет СССР построили многофункциональный спортивно-игровой комплекс. Излюбленное место для времяпровождения молодёжи и детей. Открыли площадку в декабре прошлого года. Она многофункциональная. Почему? Потому что каждый, кто сюда приходит, каждый может заняться тем, что он считает нужным. В рейтинговом голосовании в 2020 году победили две общественные территории, подлежащих благоустройству в первоочерёдном порядке в 2021 году. Это современная игровая территория в районе детского сада «Радуга» и спортивно-игровой кластер в районе домов номер 10 и 11 на улице Строительной. Особо подчеркнём, территории благоустройства выбрали сами жители города. Это было их решение, а никак не местных властей. Летом этого года проекты начали реализовывать. Стройки уже идут. Контракты рассчитаны до конца сентября. По контрактам в конце сентября мы должны получить два полноценных спортивно-игровых комплекса с установленными дипами и спортивными площадками. Третье место в рейтинговом голосовании 2020 года занял проект благоустройства парковки по улице Швецова у детского сада «Ромашка». Он набрал 912 голосов горожан. Его реализация должна была начаться только в следующем году. Однако парковку построят до ноября текущего года благодаря образовавшейся экономии после торгов по двум игровым площадкам. Ещё два объекта, за которые голосовали горожане в 2020 году – это зона отдыха в районе метеостанции и территорий в районе жилых домов по улице Рыбников, будут построены в 2022 году. Проекты ещё только готовятся к реализации, а горожане уже знают, какие общественные территории будут благоустроены в 2023 и 2024 годах. Они прошли через рейтинговое голосование в текущем 2021 году. В этом году Нинецкий автономный округ присоединился к всероссийскому онлайн-голосованию за проекты по благоустройству общественных территорий. Оно прошло в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жильё и городская среда». Голосование на платформе 83.городсреда.ру завершилось 30 мая. В рейтинговом голосовании наибольшее количество голосов жителей города набрал проект по благоустройству прогулочной тропы в Сахалинском лесу. Проект будет реализован в 2023 году. В этом месте хотелось бы решить две задачи благодаря реализации этого проекта. Первая задача – сохранить первозданность вот этой территории леса. И вторая задача, сохраняя вот эту первозданность, вот эту экологичность этого леса, создать комфортные условия для отдыха людей, которые и так уже на сегодняшний день активно пользуются, активно любят отдыхать на территории вот этого леса. Я благодарю всех людей, которые уже откликнулись и проголосовали, которые поняли необходимость обустройства вот этой нашей территории для жителей, подчеркну, не только людей, которые проживают вблизи этого леса. Нам бы рады видеть людей всего города, отдыхающих здесь на территории этого леса, поскольку мы здесь хотим сделать экологическую тропу в стиле лукоморья, чтобы приблизить к каким-то, может быть, сказочным условиям. Фантазия у нас развивается в этом отношении очень сильно. Этому помогает очень много людей, которые заинтересованы в реализации проекта. Ещё два проекта, принимавшие участие в конкурсе – это спортивная игровая площадка в микрорайоне «Старый аэропорт» и территория около дома номер 34 по улице Первомайской, будут реализованы в последующие годы. На месте этого пустыря будут установлены две игровые зоны для малышей, для детей старшего возраста, игровая зона для подвижных игр. И также досуговая зона, ещё повторяю, досуговая зона для старшего поколения, пешеходные дорожки, будет освещение хорошее. Также будут парковочные места, увеличенное количество парковочных мест будет увеличено. Федеральный проект формирования комфортной городской среды работает на Ринмаре как часы. Одни проекты реализуются, другие проходят этап проектной подготовки, третий – голосование. И вот уже новый конкурс. С 1 июля по 30 октября 2021 года можно подать предложение по общественным территориям для благоустройства в городе в 2024 году. С инициативой могут выступить не только горожане, но и организации на Ринмаре. В предложении необходимо указать перечень работ, виды оборудования и малые архитектурные формы, описать функциональное назначение территории и предложить стилевые решения, а также аргументировать, что это общественное пространство действительно необходимо горожанам. К заявке требуется приложить эскизный проект благоустройства. На Ринмаре участвует в проекте с 2017 года. За это время на территории города за счет различных источников финансирования благоустроены более 50 уличных пространств. Василий Хатензейский, Антон Водряков, Телеканал Север. В На Ринмаре каждый год ремонтируются дороги, но до некоторых участков проезжей части асфальтирование так и не дошло. Люди жалуются на невозможность проехать до места назначения. В песке легко застревают как легковые автомобили, так и большие грузы. О таких дорогах расскажет Елизавета Кабанова. Если песок на пляже радует, то на некоторых дорогах на Ринмаре он только приносит неудобства водителям и пешеходам, затрудняет движение автомобилей. Попасть на кладбище или городскую свалку в период дождей – целое испытание. А все из-за отсутствия нормальной дороги. Камазы полностью дорогу разбили. Пройдет, если грейдер, это ненадолго, на несколько часов и все по новой. В свое время, несколько лет назад, эта дорога была намного выше. В большинстве своих участков она была покрыта щебенкой и была в нормальном состоянии. Но щебенка куда-то улетучилась. Водители нашли выход. Но и этот выход – не вариант. Качество дороги в сторону городской свалки, кладбища и приютов для животных оставляет желать лучшего. Чаще всего водители легковых автомобилей, да и даже большегрузы выбирают ехать по объездной через лес. Но она может стать вскоре такой же разбитой, как и основная. Песочная дорога опасна не только из-за возможности потери управления автомобилем, но и потому, что наносит вред самому транспортному средству. На это жалуются не только водители большегрузов, но и сотрудники питомников для животных, у которых машины вне несколько раз меньше. Самое неприятное – это дорога домой. Ведь если ты застрянешь поздно вечером, помощи придётся ждать довольно долго. «Очень тяжело бьются машины, постоянно требуют ремонта. В основном-то мы сотрудничаем с частным приютом, ну и с государственным также. Вот на своих машинах, да, и государственный приют, вот у них УАЗик есть, у них тоже проблемы здесь с выездом, люди едут на работу. По этой дороге стараются не ездить. Это бедные машины здесь постоянно застревают». Эти дороги – не единственные в нашем городе, где правит песок, а не асфальт. Жители микрорайона «Мирный» также сталкиваются с этой проблемой ежедневно. «Есть главная дорога, она грунтовая. Вроде бы как бы лучше пытались сделать для нас, но не до конца доделали. Дело в том, что когда едешь на машине, и если мимо тебя проносится машина с большой скоростью, то камни летят просто в лобовое стекло, страшно становится. Я сама езжу на маленькой машинке, и когда еду к своему дому, уже на главной дороге съезжая, там везде песок, и там просто нереально ездить. Камазы ездят, мусор вывозят, они разбиваются в дорогу». В 2020 году отсыпали дорогу по улице Мира. Это решило проблему с лужами. Но эта дорога негласно считается главной. По ней часто ездят машины, вследствие чего она быстро разбивается. Жители обратились со своими проблемами к властям города. «Мы обращались с этой проблемой и администрацией города Наринмара. В конце июня была встреча администрации округа, собрания депутатов были представители, и также была администрация города. Этот вопрос мы ставили на обсуждение, и хотелось бы, чтобы к какому-то общему решению и к какому-то пути решения пришли. Чтобы мы могли… Это проблема не только мирного, это проблема и старого аэропорта. То есть хочется, чтобы решился вопрос положительно». Пока жителям обещали уложить плиты по улице Мира. По песчаной дороге людям, у которых нет машин, а также пожилым людям и семьям с детьми, очень сложно добраться даже до аптеки или магазина. Все эти дороги муниципальные. Их обслуживает предприятие «Чистый город», сотрудники которого комментировать ситуацию отказались. Горожане, в свою очередь, надеются, что проблему городским властям все же удастся решить. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В новый союз КМНС вошла Лилия Тайбарей – уроженка поселка Красное. О целях и задачах организации жительница округа рассказала о нашей съемочной группе. Лилия Тайбарей – жительница поселка Красное, предприниматель, мастерица и просто женщина с доброй душой вошла в новую организацию «Союза коренных малочисленных народов», которая была открыта в декабре 2020 года. Главная задача организации – это отстаивать права северян на осуществление традиционных промыслов, помочь в реализации проектов предпринимательской деятельности и многие другие. Сохранить север, сохранить промыслы, развивать предпринимательство среди местного населения. Я даже не имею в виду именно национальных, коренных малочисленных. Я имею в виду, в принципе, кто живет на севере. На вводном семинаре «Сохранение промыслов и развитие предпринимательской активности коренных малочисленных народов Арктической зоны» в городе Дудинка были поставлены первоначальные задачи и определены роли членов организации. Представители Севера России собрали в Дудинке по инициативе долганского общественника и депутата Сергея Сизаненко. В настоящее время интересы коренных малочисленных народов Севера на территории Нейнского округа представляет Ассоциация Нейнского народа «Ясавей». В России уже много лет работает Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, возглавляет которую депутат Госдумы Григорий Литков. «Есть у нас Райпон, есть Григорий Петрович Литков, но я думаю, что мы просто в помощь будем ему, потому что у них очень много задач, у них очень много социальных задач и полностью охватить, полностью, наверное, это будет не совсем возможно или это просто будет долго. А мы, мы в помощь будем как раз и Райпону». Лилия Мартыновна думает о развитии округа и считает первостепенной задачей сделать жизнь в окружных сёлах более комфортной, чтобы одинаково хорошо и уютно себя ощущали и молодёжь, и старшее поколение. «Самая главная задача сейчас – общаться, наверное, с людьми, выявлять конкретные, ну, допустим, проблемы или какие-то, может быть, в чём-то в законах какие-то есть неточности». В качестве примера Лилия Мартыновна отметила ситуацию в детских учреждениях. «В детском саду у нас очень многие дети не едят рыбу, не любят, потому что привозят рыбу вообще неизвестно откуда. И, то есть, получается, что вроде рыба у нас же она вкусная, но у людей, у детей просто такое в голове создаётся впечатление – рыба – это фу». Для решения проблемы, считает Лилия, имеет смысл наладить механизмы передачи рыбы от местных рыбаков в детские учреждения. И подобных задач еще много. «Я хочу, чтобы в первую очередь развивали именно, чтобы сами северные люди, кто здесь живёт, они сами этим занимались в первую очередь. Понимаете, мы лучше всех знаем, как нам жить, нам нужно самим что-то делать, двигаться, развиваться и уже более доступным языком доносить тем людям, которые принимают законы». Лилия Тайборей поделилась впечатлениями от недавней поездки. Это был первый выезд за пределы округа за последние полтора года. «Я туда летела, я летела туда навстречу солнцу, потому что всё время летишь, и каждый раз солнце – это такое классное было ощущение. И сам семинар, мы вот уже прилетели в 8 утра, немного отдохнули, в 2 часа мы уже начали работу. Вот у нас всего было дано 2 дня, и мы уже начали работу, знакомство, общение, делились опытом». Телеканал «Север» желает Лилии сил и энергии для реализации задуманного и достижения поставленных целей. Катрина Тайборей, Антон Водряков, Телеканал «Север». На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова